добрый день дорогие друзья с вами елена виктория можно просто вика и оператор и приветствуем вас на авторском мастер-классе по созданию вот таких вот чудесных небольших гербер из бисера и пайеток вот так вот они шикарно смотрятся их можно поставить вазочку можно сделать поменьше либо побольше не будем терять времени приступим к работе для работы нам понадобится для чашелистиков бисер зеленого цвета у меня китайский номер одиннадцатый матовый также мы используем бисер который оттеняет наши пайетки в 1 поет в 1 гербере я использовала светлый розовый здесь данном случае вот такой вот огонек чешский он более мелкий чем китайский этот цвет фуксии для серединки я использовала вот такой вот коричневый номер одиннадцатый тоже китайский глянец и также вам понадобится непосредственно пайетки пайетки у меня были диаметром 5 миллиметров вот они вот такого вот цвета принципе я плела из двух оттенков один побледнее другой поярче но все зависит от того какой бисер вы используете если оператор покажет вот здесь примерно одинаковые цвета пайеток но за цвета бисера посмотрите как отличается цвет герберы здесь она более светлая за счет светло-розового бисера здесь более такая вот на более такая яркая да за счет другого цвета бисера сейчас наша гербера будет еще поярче и потемнее потому что мы будем использовать вот такой вот яркий цвета фуксии бисер также для работы нам понадобится линеечка ножницы либо кусачки проволочка основная у меня 0 4 миллиметра в диаметре wire number 26 для чашелистиков вам понадобится зеленая проволочка диаметром 0 3 можно на 0 2 миллиметра у меня 0 3 закончилась поэтому я плету на прошивочный wire number серии портоне и то есть прошивочный 0 2 миллиметра тоже можно длина отрезочек проволочки 40 сантиметров вам будет достаточно для обмотки ниточки мулине либо флор ленты зеленого цвета и если вы хотите делать очень высокий стебелек ножку герберы то тогда дополнительная проволочка для стебель очка я брала длиной 12 сантиметров сейчас взяла длиной 17 сантиметров это будет самая высокая гербера в моем букете диаметр проволочки 0 6 0 7 можно 0 8 миллиметров диаметре можно этого не делать 1 гербера самая коротенькая вот она у меня здесь я вообще никакой дополнительной проволоки не использовала и высота этого стебелька у меня 9 сантиметров в обмотанном виде а целиком 10 сантиметров что тоже неплохо и так так как я подготовила бисер уже все нанизал для мастер-класса на проволочку 0 4 миллиметра будем начинать а с внутреннего венчика то есть самые маленькие лепесточки наши которые обрамляют серединку для этого вам нужно сплести 10 петелек каждая петелька из полутора сантиметров бисера поэтому я набрала 15 но я набрала 16 сантиметров запасом что мы с вами делаем оставляем свободную проволочку длиной примерно 12 сантиметров и отсчитываем полтора можно вот сюда мне очень даже нам полтора сантиметра и скручиваем вот такую вот петелечку и так мы с вами делаем еще 9 раз ввиду того что этот бисер у меня чешским более мелкий надо близко-близко делать то я делаю 10 петелек если бисер у вас крупные китайские можно сделать 9 вы уже будете смотреть по ситуации ваша серединка должна быть в обрамлении вот такого вот внутреннего венчика из маленьких лепесточков заодно посмотрим что же у нас получится вот именно с таким бисером на один и тот же цвет поеток может совершенно играть вот по разному цветовое исполнение может быть разные в зависимости от цвета бисера который вы подберете вы можете его затемнить и вы можете его осветлить то есть и ваше изделие будет уже совсем по-другому смотреться набил на белом покажи а что там показывает и петли обычные все все умеют плести сейчас покажу плетон на серебряной проволоки у меня тут проволок все по заканчивалась ты со мной не переговаривайся я тебя учу спасибо мастер конечно конечно я плету с вами чтобы всем было все понятно ясно любители повторять других каналов и заимствовать мои идеи милости прошу у вас теперь море фантазии этого чтобы плести из поеток начать не только из бусин раз нет своих идей ну ради бога мне не жалко и так смотрите 1 2 3 4 5 6 7 8 мы с вами плетем еще 2 но сейчас я посмотрю как определить в принципе сейчас сколько нам нужно все-таки 9 либо 10 мы просто вот так вот замыкаем извините оператор нет 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 замыкаем вот так вот в кольцо да здесь хорошо быть раз два три 4 5 6 7 8 все-таки я 10 плиту мы батюшки 1 прям лишнее плакать будет ладно сделаем ее она последняя видно там ничего шинки не будет 10 я ее жили да иди моя красота конечно и так все отрезали это ваш внутренний венчик готов что можно сделать можно их вместе вот так вот скрутить и объединить и получится у вас уже поверен ты готовая конструкция готовая конструкция далее нам понадобится непосредственно серединка две серединки как вы могли видеть и в анонсе и сейчас у меня коричневого цвета а сейчас я решила разнообразить надоело мне коричневая серединка что я сделала я на ту же самую проволоку на 4 миллиметра нанизала немножко желтого и коричневого для серединки нам понадобится примерно 10 петель каждая петелька состоит всего из пяти бисерин поэтому с таким расчетом я нанизала бисер 6 петель коричневого и 4 желтого здесь линейка нам не нужно мы отсчитываем оставляем свободный хвостик проволочки отсчитываем с вами 5 бисерин делаем скруточку два раза такая красота у вас получается и творим я вас нашла мне все везде надо да у нас оператор линяет у нее сезонная линька так делаем с вами вы конечно можете так прям все не набирать вот так вот как вот я сейчас я просто приготовил для мастер-класса 4 мы с вами сплели желтеньких продолжаем плести на той же проволочке только уже из коричневых вообще посмотрим что у нас получится вдруг мне на он нравится но я уже так оставлю так всего примерно 10 петелек хотите можете сплести 11 хуже не будет если хотите а 12 13 14 да слушай него плюс это такое смешное видео было прода бирмана давно еще смотрели на ютьюбе когда он собирался на дачу собачка собачка да а шар можно взять а синий зеленый или там и красный зеленый я не буду очень-очень столько талантливых все-таки есть людей с юмором только наш по моему так могут сделать все-таки русский юмор мне наиболее доступен и понятен на английском я так не схохмачу ну по крайней мере я здесь их местного юмора не понемаю я суп ты не вдавался подробности да но все так здесь у меня уже заготовочка непосредственно для лепесточков и значит смотрите внимательно что мы с вами делаем отрезаем конечно же хвостик проволочки я отрезаю достаточно длиннее потому что у нас все уйдет стебелечек и начинаю закручивать непосредственно начиная желтый вот хочу чтобы он был в серединке просто выбираю петельку крайнюю и вот так вот вокруг нее кручу верчу как говорится как я говорю всегда вас запутать хочу мне нужно сделать так чтобы желтые были в центре если это возможно натворила что-то я натворила да можно в принципе этого не делать мне кажется она просто вот как сказать да и вот смотрите видите вот например здесь прогал да вот мне например не нравится что я могу сделать я могу занять свое время и ваша набрать еще пять и сделать не 10 петель 11 но зато я знаю что будь красивее и времени уйдет ну минута не больше я сейчас с вами еще просто вот одну до плиту петельку и мы с вами ее как раз расположим вокруг желтенькой михайбуды и украины ну че мне понравится пиздец он такой очень и профессор очень интересным не знаю ну а я же теперь дальше мы скрукой мы все внизу да мне неудобно с вашей камерой то все внизу скручиваем и и зачем я вообще подвязал с этим желтым ну пусть да внизу все скрутили теперь мы должны приплющить нашу вот эту серединочку потому что она в принципе так плоская как бы утопает в лепесточках теперь выкручиваем да да не буду же я переснимать мастер-класс пусть будет желтенькая а вообще вот однотонный наверное самое то вам будет легче ха 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 а я решила заморочиться мне же надо отличиться обязательно ну ничего тебе удастся давай я уже все сделала нормально в природе все существует так после этого мы вот так вот сделаем вот смотрите какая уже будет красота все и так оставляем и ваши герберы готовы я шучу и так это ваша серединочка освежать будет но можно в принципе сделать коричневый либо зеленый либо желтый как хотите да дальше у нас лепесточки с вами это вот такие вот ушки зайчи двойные элементы и нам их нужно на одну герберку 7 штучек я сплела шесть вот таких вот двойных элементов и сейчас мы с вами сплетен 7 а для и этого на ту же самую проволочку мы с вами набираем пайетки и бисер и начинаем так две бисерины пайетка 2 бисерины пайетка и так далее причем зависимости от размера бисера то есть а как правило это идет от бред от страны производителя то есть чех и японец они помельче китаец если он не калиброваны покрупнее и иногда заметно крупнее и зависимости от этого у вас будет разное количество пайеток и так смотрим примерно по линейке вот здесь вот сейчас я вам покажу в светло розовый у меня 12 пайеток в лепестке а вот здесь 15 и здесь я тоже делаю 15 потому что бисер очень мелкий ну для тем кому непонятно меряем от пайетки пайетки или от бисера давайте к бисеру чуть поменьше пяти сантиметров вот такая низочка у вас должна быть а если как я мерю от пайетки к пайетке то 4 и 2 вот примерно то есть здесь у меня будет 15 я набрала закончила 15 и дальше набираю 2 бисерины и еще 2 бисерины это для другого лепесточка то есть видите промежуток здесь 15 поэток потом промежуток у меня получается 4 бисерины правильно снова 15 поэток и между ними по 2 бисерины и далее промежуток опять 4 бисерины и таким образом я вот нанизала низку целую его понаплела 6 таких двойных элементов оставляем хвостик давайте тоже 12 составим и здесь легко и просто мы видим где у нас низочка с четырьмя бисеринами 2 отодвигаем 2 оставляем вот как раз они то есть мы знаем что здесь 15 поэток и мы с вами скручиваем петелечку сплющиваем ее скрутка под петелькой два раза и не отрезая проволочку от катушки мы делаем еще точно такую же петельку ушко опять находим где у нас четыре бисеринки 2 2 есть подвигаем а здесь прям близко-близко на расстоянии двух миллиметров от первой скруточки мы с вами скручиваем еще одно ушко и далее скручиваем эту конструкцию между собой три раза отрядами даже много набрала на сидела и вы тут кухню полили не экономно это все что у меня в принципе осталось ну слушайте тогда придется доплетать вот смотрите вот такое ушко у вас получилось чудесное и вот таких элементов вам нужно 7 штучек все гербера закончен ну и дальше мы с вами плетем чешелистик буду плести вместе с вами поэтому придвигаем зеленый бисер проволочка я уже говорила 0 302 миллиметра я набираю 7 бисерин сразу говорю бисер не калиброванный китайский достаточно крупный поэтому давайте для вас померяем сантиметр то есть если вы будете работать с чехом либо японцем возможно у вас будет 8 а то и вообще 9 бисерин может быть и такое то есть померите сантиметр можно сантиметр и 1 миллиметр и как раз вот это будет количество бисерин которые вы должны использовать если вы будете работать не с китайским бисером оставляем небольшой хвостик сантиметров 6 7 7 бисерин набрали здесь нам линейка не нужна оператор больно ее обожает свободным длинным хвостиком проволочки рабочей проволокой скажем так мы с вами проходим через вторую бисерину крайнюю конечно же мы сторону отодвигаем и через вот это вот вторую бисеринку справа мы проводим нашу проволочку затягиваем эту конструкцию это у нас получается игольчатая петельная техника комбинированная и на рабочую проволочку то есть на длинную мы с вами теперь набираем 5 бисерин потому что 2 у нас в иголочке и 5 бисерин будет сбоку плести целиком с вами я не буду покажу еще один раз и далее вы уже все сами сделаете выравниваем вот так и скручиваем два раза три не делайте у вас получится зазор под цветочком за счет длинных за длинных скруточек поэтому два раза более чем достаточно снова на рабочую проволочку на более длинный хвостик мы с вами набираем 7 бисерин сейчас вот на этом покажу примере а дальше доплетете сами придвигаем к основанию первой петельки будьте уверены что у вас именно 7 бисерин у меня 8 видите снова самую крайнюю отодвигаем вправо свободным хвостиком проволочки проходим через последующую через вторую затягиваем причем чтобы не было пробелов мы работаем с этой вот петелькой до тех пор пока она не станет микроскопических вот таких вот размеров буквально там 45 миллиметров и только после этого я вот так затягиваю и далее снова же на эту проволочку мы с вами набирали недостающих 5 бисерин чтобы закончить нашу вторую петельку этот мне не нравится можете откалибровать бисер у меня на это не времени абсолютно да и принципе не нужно это делать так и скручиваете два раза таким образом делаете на чашелистик примерно 9 вот таких вот петелек сразу скажу что вполне возможно что вам понадобится и 10 если вы плетете из более мелкого чешского либо японского бисера чем мельче бисер тем у вас будет более изящнее мельче деталька уже уже и вполне возможно вам понадобится 10 поэтому обратите на это внимание сейчас я все сплету и вернусь к вам с готовым чашелистиком и так вот такая вот красота у нас с вами получилась и приступаем к сборке я уже серединочку совместила вместе с нашими маленькими листочками лепесточками затем сюда по центру поместила основной проволоку вот это вот дополнительный про которое говорила далее я беру ниточку мулины оставляя хвостик завожу за один из лепесточков там где заводится нужно смотреть если не заводится вот так все несколькими оборотами ниточки закрепляю но при этом держим проволоку иначе на у нас уйдет вниз и теперь дальше мы по кругу приматываем все наши 14 лепестков либо вот 7 двойных элементов при этом что мы с вами делаем вот видите эту скрутку 3 скруточки уже под двойным элементом то есть мы с вами приматываем лепестки не вот так вот к основанию а именно так чтобы вот на высоту этой скрутки смотрите что будет сверху сверху будет так что эти лепесточки я не вижу так извините оператор вот так эти лепесточки у вас будет вот основание двойной веточки практически почти на одном уровне с внешним с внутренним рядом лепесточков петелек вот чуть-чуть он будет заходить за петельку если вы сделаете близко к основанию у вас будет такая толщина что у вас на цветок похоже не будет то есть у вас с изнанки будет проглядывать где-то миллиметров наверное 7 голой проволоки которая потом оператор можете вот так не очень абсолютно нет я не буду сборку показывать я объясняю все это очень тяжело делать очень это просто нереально делать на камеру ребят я вам сейчас вот просто показываю принцип и все далее рядом точно так же вот вы видите я оставляю вот так вот и все то есть по кругу я вот так вот примотаю все семь элементов далее я примотаю вот так вот по кругу обмотаю уже непосредственно чашелистики и произведу обмотку вниз практически на всю длину на это я уже говорила будет самая высокая гербера на всю длину стебелька и вернусь к вам с готовым результатом потому что ребят реально но невозможно мне на камеру вот это все обматывать и мотоциклисты за окном мешают поэтому а пожалуйста я уже все вам объяснила в принципе собираем и сейчас вернусь к вам с готовым результатом и так вот такая вот красота получилась смотрите сразу по сравнению вот с этими цветочками где мы делали серединку только коричневой это смотрится конечно же не настолько объемная серединка за счет того что лепесточки темные получились и коричневый сливается поэтому вот вам уже из этого мастер-класса как следствие будет вот такая вот подсказка если вы делаете темные герберы малиновые бордовые то делайте серединку яркую не коричневую либо желтая это может быть не обязательно ярко-желтая это может быть светло-желтая либо бледно-зелененькая у них тоже такие серединки бывают и помимо этого конечно же вот видите здесь красиво помимо этого а в качестве венчика выбирайте более контрастный цвет здесь все слилось и венчика не видно это мой прокол беркович это как не надо да это ваш прокол беркович но и такие это из сватов да но и такие герберы тоже бывает все равно на вот внесет свою свою изюминку не будет все друг на друга похоже герберы бывает разными да в принципе было бы хорошо если бы я здесь делал например желтую серединку и венчик из более светлого бисера вообще была красота но тоже красота получилось и далее я обмотала все ниточками поставим вот в этой необычной форму вазочки они они я уже говорила непосредственно в анонсе я тут уже всем похвалилась надеюсь вы помните вполне возможно что я потом использую их в позиции а либо это будет букет и мы обязательно с вами добавим что-нибудь еще я надеюсь что этот мастер-класс вам понравился да да еще одна деталь извините пожалуйста забыла гербера не будет герберы и если вы не придадите лепесточку форму что вы делаете вы приподнимаете все лепесточки и затем чуть-чуть на себя на себя отгибаете только верхнюю часть лепесточка в таком случае у вас будет форма гербера а если ничего не поправить и никакой гербера у вас не получится даже по моему мастер-класс важно придать форму ну что ж вот такая вот красота у вас получилось пожалуйста ставьте ваши лайки пишите комментарии задавайте вопросы и обязательно те кто еще не подписался подписывайтесь на наш с оператором непослушным канал до окошка 2015 тире цветы из бисера запятая бисероплетение запятая мк что означает мастер-класс ну а на этом все подожди ну что такое почему я не послушно не послушно потому что девочки потому что мастер мою руку туда-сюда да да а на этом все всем пока пока до новых встреч пока